Я считаю, что у нас признаки состава уголовного преступления налицо или не налицо? Если налицо, сейчас будем оформляться. Представители Министерства культуры настроены решительно. Целая делегация из Москвы приехала сегодня в Ростов-Великий. Они на месте проверили законность работ, проводимых на земельных валах. После ревизии самого места обсуждение проблемы продолжили за закрытыми дверями. Изучали бумаги, выслушивали мнения сторон. Итог предсказуем. Разрешающий документ на раскопки самих валов отсутствует. То, что происходит там сейчас, закон не укладывается. Нами предложено Департаменту культуры Ярославской области принять меры реагирования необходимой в этой ситуации. В частности, выдать сегодня, максимум завтра, предписание при остановке работ, привлечь виновных лиц к обместению ответственности, а также рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности. Ростовские валы – памятник истории и археологии. Они были возведены в 17 веке голландским архитектором и носят статус памятника федерального значения. На участке одного из них предприниматель планировал стройку торгового центра. Общественность всей области сразу забила тревогу. Но остановить работу не удавалось, пока о проблеме не стало известно Москве. Если бы в Ростове не было общественников, которые приподняли бы эту тему, не исключено, что приезжая через Ростов, может быть, я бы зашел в эту аптеку. Если бы это произошло, это было бы самым неприятным прецедентом. Это значило бы, что такие нарушения будут повторяться и впредь. Сам предприниматель уверен, он действовал в рамках закона. Это он готов доказывать и в суде. Дождусь письменного решения и буду уже жаловать его. Я не удовлетворен с нашим совещанием. В департаменте культуры пока не решаются говорить о причиненном ущербе. Его еще предстоит определить экспертам. Мы заинтересованы с вами в том, чтобы и в этой ситуации разобраться окончательно и понять, как можно из нее выйти с меньшими потерями для города. И, соответственно, мы заинтересованы с вами в том, чтобы эти ситуации не повторялись. Теперь не исключено, что к делу подключатся и правоохранительные органы. Существует вероятность возбуждения уголовного дела по факту уничтожения памятника культуры федерального значения. Нина Колтина, Георгий Иванов. День в событиях.